В прошедшую неделю вопросов по обращению не имеют. Да, какие обращения были. Приходил, обращал женщину, собаку там одна больная в квартире. Вы брали собаку? Там заболела. Я связался с подрядчиком, но так немного там надо было, как в полиции. Слушайте, вот сегодня разберитесь с полицией. Значит, полиция, вы что, неделю, значит, вот связываетесь с тем. Полиция свяжется. Борисов, подключитесь, пожалуйста. Вроде как, это, значит, собака одна в квартире, женщина в больнице. Адрес возьмете. Сегодня решим вопрос. Так, ну, по уличному освещению отдельно поговорим. И что там, значит, Рожид Андреевич? Разберитесь, что там на нефтебазе за открытой колодицей. Обращение было, там какой-то колодец или там. Что-то такие, кольца. Дети гуляют рядом. Сегодня. А это и есть у меня, да. Ну, надо же сегодня посмотреть, если это чье, то, значит, тебе нужно. Значит, какая занимается, не нужно. Засыпьте его, если в черте матери, чтобы беды не нажить. Нет, конечно, тут у меня, да, первое, второе. Ну, давай, разберись. Чего в соцсетях там? В соцсетях обсуждался вопрос школьного питания. Назывались школы 30, 14, 21 и другие школы. Конечно, мы рекомендаторы разделялись. Какие родители довольны питанием школы детей, кто-то сказывает претензии. Всем рекомендаторам вообще в направлении образования, чтобы... Есть обращения, вот обращения, персонифицированные какие-то... Да, официальных обращений у нас нет. Хочу сказать, что на прошлой неделе я сама лично проехала все образовательные организации на предмет питания в школах. Кроме этого, во всех школах созданы родительские комитеты, которые ежедневно отвечают за тетради учета, как проходит питание. И приезжал в Министерство образования, на прошлой неделе в Министерстве прокуратуры, проверялся в школах. А вы как-то... А то есть, это конструкция снимается? Понятно, что не ресторан. Понятно, что не ресторан. Но питание вполне сносное, значит... Садись, пожалуйста, зависите. Школа, школа есть у нас с большим наполнением. Значит, там много перекрытий, много смен. Есть определенные сложности. Но в целом чистенько. Достаточно разнообразное меню. И мясо есть, и, так сказать, фрукты, и все там. Все теплое, что положено. Теплое, что положено. Значит, с мясом. Поэтому здесь, не знаю. В нынешние времена, особенно, когда там за счет государства практически, когда же идет детей. Наверное, есть вопросы, может быть, кому-то нравится, не нравится. Но не оценивать тот факт, что вот эта организованная система в каждой школе. Моя бытность, я говорю, в десяти школах учился, неважно, столовый не было. Ни разу ложки супа мне никто никогда не налил. Вот так, как-то вот. В те времена были. Ничего, вырос. И все остальные, с кем я жизнь пересекал. А теперь, значит, и первый, и второй, и завтра, и все на свете, и все еще, значит, что-то кому-то не нравится. Если есть конкретные претензии, обращаться, значит, и организации можно. Но вот эти досужие, там, значит, размышления, ни о чем. Они, наверное, больше создают только фон, нежели обозначают проблему, если она есть. Надо обозначать проблему. Где, что, как. Вот это вот. И мы готовы к с этими проблемами разобраться, если они будут обозначены. Я продолжу тоже ездить по школам и посматриваю, что там происходит. Если какие-то недостатки будут выжить, если будем разбираться. Что еще? У меня возникает вопрос о транспортном обслуживании населения. В частности, жаловались на то, что водители курят в салонах. Но, конкретно, как таковой, нет, поэтому... Ну, у нас, вроде как, у нас переносится встреча, в среду он подъедет. В среду. Вот, давайте, значит, если будет фактура, и где-то там все жалобы, обращения по этому вопросу сконцентрируйте, мы конкретно, значит, выкатим перевозчикам для того, чтобы они этим занимались. Ну, и несколько вопросов к администрации. Спрашивают, сколько стоит елка на центральной площади города. И сколько? Будут ли у сотрудников 13-я зарплата? Сколько стоит елка, корпоратив, администрация? Все, по-моему, посещают. Понятно. Елка не стоит. Елку нам подарили предприниматели, которые готовят площадку под строительство объекта. Она не мешает, это елка на их территории. Просто мы ее взяли, значит, за спасибо. Поэтому она нам нисколько не обошлась, пусть народ не волнуется. Что касается зарплаты 13-й, она обязательно будет. Обязательно будет. Даже там, где по нормативам зарплаты некое подразделение не получается, я найду возможность вытутить 13-ю зарплату. Потому что знают, во-первых, что у большинства сотрудников не очень большие зарплаты и лишний рубль к Новому году не помешает. Учитывая там, что степень ответственности и нагрузку такую несут сотрудники администрации, мне это обязанность моя найти деньги и выплатить 13-ю зарплату. Вот суббота-воскресенье сотрудники трех подразделений работали все время. Мы вчера в 19 часов разошлись. Поэтому обязательно буду выплачивать. У нас каждый сотрудник уникальный, выполняет уникальный объем задач. Что-то там сильно большого набора желающих найти места нет. Мне вот про одно подразделение рассказали. Молодежь пришла, вроде посмотрели и разбежалась. А потому что там ответственность большая. Вроде с дипломами, вроде так. Ничего, подходит. А вот проще телефонный торговать, нежели в администрации работать. Ни одного конкурса в этом году с конкуренцией не было. Еле находим людей. Поэтому обязательно будет 13-й зарплату. Что касается корпоратива, он у нас не проводится. Поздравление коллектива будет в большом зале. В легкой форме. Надо сказать добрые слова. И за этот непростой год. Поэтому пусть не переживают. Если кто-то где-то там по коллективам, по подразделениям захотят собраться, я не возражаю, это все делается на личные средства сотрудников. Поэтому мы каких-то корпоративов никому не организовываем и не оплачиваем. Тем более, бюджет. Пусть народ не волнуется. Примерно так. Что еще там хотели? Все пока. На этом остановимся. Уважаемые коллеги. За прошедшую неделю с земли зеленого города было впилин 24 дерева. Кранировано 3 дерева. Вывезено мусором 169 кубических метров. Это с улицы Восточного и Центрального кладбища. Значит, были обрабатывали стартоварок, вот по голове этим материалом, когда это было нужно, в начале недели. Значит, на Центральном кладбище раскрыженном, а в шее дерево, которое он выражал. Значит, силами ООО «Дорсервис» был убран мусор с остановочных пунктов, а также были помедлены улицы Белинского, Ливанинского, Белинского. Опять еще раз помедлить сегодня. Тот участок, о котором мы с вами говорили. Вывезен смет и мусор с трех улиц. Ямочный ремонт, холодным асфальтом и песчанок материалами. Значит, сделаны 15 улиц, в том числе и подепроводка улицы Пензенская и автомобильную очередь в Карию Попровьево-Провьево-Провьево-Двадцатая. Профилировались грунтовые дороги в кирпичный период 14 дней, вторая сосновая рабочая. Значит, на этой неделе мы планируем работать в погодной обстановке тяжелой бригады ТОР-сервисов на случай изменения погодных условий. Тескоразбрасы 3-5 единиц, самосвалы 3 единицы, грейдеры 3 единицы, автомобили с полными щетками 4 единицы, погрузчики 3 и тракторы со щеткой от вам и будет 2 единицы готовы к работе. Значит, за нарушение порядка на прилегающей территории было бы в случае 4 подписания учреждений малого и среднего предпринимательства. Значит, сразу отвечу на вопрос, который был поставлен на прошлый планет. Значит, ремонт моста через реку Труев по улице Дачная будет проведен в апреле 2022 года. Сейчас создаются запасные технические средства для этого. Далее, сбор неиспользованных батареек производится во всех школах и детских садах, а также учреждений КСПО города под едино-экологического совета. Затем все это отводится региональному оператору, который затем отправляет все на переработку. В этом году я использовала около 1 тонны этих батарейки использования. У меня все в обороне. Техника пришла на Зеленый город или нет? Нет, обещают в среду. У них задержка от производителя. Значит, претензии обязательно выстрелят. Они как бы за затяжку поставки должны быть. Если вот такая история будет продолжаться, может быть, там еще как-то лилами на воде писали. Нам до конца года надо рассчитаться и читаться. Сейчас вот сотрудники созвонились. Вот, с утра. Пожжу еще дадать. Нет, понятно, что претензии и люди выстрелы, но она сегодня должна прислать фотографию, что фотографии мы фотографии подметать не будем. Остальное все, на лачу это идет. Остальное одно получили, остальное уже пути по крайней цене числа. Крайние торги, которые произошли, там победитель нам заранее отправляет, без подписания контакта. Хорошо, давайте. Значит, на этой неделе нам постараться. Сходите, пожалуйста. Значит, в конце недели, во второй половине недели, ожидается там по погоде, по прогнозу, переход с минуса на плюс, с дождь и снега. Значит, прошу дорожников, 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 прошу быть внимательны и готовы к действиям в условиях снегопады или кололета. Не знаю, что он там нам принесет. Вот там, кстати, вот обращение, одно из обращений у меня было, когда будет снег. Не знаю, что ответит. Вроде емку такую красивую поставили, нарядили, значит, а все равно без снега не то. Ну, что и надеяться, все-таки нас Дед Мороз не забудет. Тем не менее, значит, там вроде объем осадков должны быть большие, плюс этот переход плюс-минус назад, значит, он не очень может быть благоприятным. Давайте будем готовы к этому вопросу. Значит, пока сейчас нет такой нагрузки, покажу в руки убирать то, что набрасывает народу. На той неделе там ездил, вроде, так сказать, практически так. В основной улице, на всяком случае, более-менее чистенько было, но сегодня там уже после выходных там бумажка, там бутылка, значит. Все это народ нам подкидывает. Поэтому проходите, посмотрите. В частности, вот у нас очень некрасивое место около больницы, вот это подъезд Смиринского, значит, там много наброшено, чего. И я еще раз говорю, найдите мне хозяина вот этого участка, где кривой забор стоит, остатки сторон. Пусть профлистом заходит, не знаю, там Ястровик или кто-то хозяин. Ястровик. Вот, вот, найдите его, значит, у него, как бы, это, пусть немножко о городе позаботится. Не бросайте эти вещи. Потом, вот отдельно хочу сказать, значит, здесь о взаимодействии вот наших коммунальных служб, убирающий город с управляющими компанией. Вот, поездил, он в выходные, посмотрел, ну, вот, район Стекловское Сто, то, что за Стекловское, там, поколение, там, квартирные, вроде, и детские площадки, там, и все. Вот так все заплевано. Послушайте, там дворники какие-то есть или нет. Ну, вот так нельзя. Центр города практически, ну, вот все на глазах. И я так понимаю, что это все-таки в серии ответственности уже управляющих компаний. Рашид Ильич, пройдите, там, возьмите, управляйте, кто там, возьмите наших и уберите их. Начиная от Белинской, вернее, от Стекловской, там, наверное, наших поубирает, а вокруг домов уже пускай управляйте, убирайте. Такие, прямо, это, чипыжники. Чем нравится, что вот так, что их грязи, какие-то, они. Вот, потом, значит, в полном объеме, еще раз обращаю внимание, при вокзальной площади, скверу, построенной, в полном объеме берете обслуживание. Прометаете, там, убираете, дочищаете, что осталось там после стройки, значит, где там песок, где что. И дорожники, значит, пройдите, пожалуйста, левую сторону, если ехать отсюда на вокзал, левую сторону. Вот там вот, между дорогой, где кирпич, где там что-то, лом какой-то лежит, уберите все в чистоту. Приведите в порядок, вот в правую сторону, подметали, левую, приберите. Давайте, чтобы там все было прилично. И еще раз, Сергей Петрович, землю там, вы раскидаете, где подкапывали, вот эти, под заливки, сделайте все до конца. Так, ну и, значит, прошу от отдела экономики, Рашид Адельевич, еще раз обращаю внимание всех здесь присутствующих на оформлении новогодних городов. Ну, так приятно, как дерево, так сказать, смотришь там, 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 значит, некоторые организации свои фасады, магазины, и так далее, украшают, это, в принципе, хорошо, но это должно быть лучше. У нас объявлен конкурс на новогоднее оформление, значит, давайте потихонечку сами себе тоже создавать настроение. Все, значит, вот такой план у нас. Садись, пожалуйста, Рашид Адельевич. Алексей Александрович. Добрый день. У нас по уличному освещению проводилась замена лам уличного освещения в городе Резнического, по улице Щипаева, по улице Иваневского, Белинского, Пхачевского, пригорода строителей и проведена замена СИП уличного освещения строителей Победы. Отопительный сезон. Замедлили устранено четыре лаэльных ситуации, сейчас все стекло, все с водой. И сегодня везем документы в городе Резинотро. для реализации грантов по улице Иваневского. Сегодня ожидаем поставку учителей из полусферы и также сегодня плавный перетит. Ну и пока, наверное, Москва, больше летний вариант учителей и так далее. Ну да, начинал. Собливаем. Большое количество привезут сегодня, и там завтра может быть, что это самое красивых деревьев в Луфунии. Посмотреть, может быть, не складировать, например, в зеленом городе, а если они так прилично, как-то так, по садовому выглядят, да, как-то там, может быть, в родину юность там по ей поставить. Посмотрим, чтобы они там немножко создавали настроение. То есть до весны пусть тут стоят. Посмотреть. И плюс, значит, мы с вами договорились, у нас там беседочка стоит, и протонды, так называемые. Мы предполагаем, что это будет место такой свадебы. Ну, церемонии-церемонии, наверное, на маршруте свадебы. Кортежи, да, но там она у нас не закончена. Мы договорились, что нам, значит, добьем это место еще так, дерево, именно, влюбленных, или как его назвать, там замочек вешать, могут даже, значит, то же самое, значит, они это не делают. Должны его сделать. Они сдохли. Должны сделать, делать наш, тогда делаем, да. Немного издвигаться у нас, из-за изменений. Организация гранд, закупка коммунальных и технических, вот сейчас от вас звонили, завтра ожидается поставка, как-то слово с нами. На слово было. проводится общественного класса в совещании по имени социальных с Римом. Да, давайте подготовить все вопросы, чтобы мы там о том, реализации гранд по детским площадкам. У нас площадки сделаны, у него созданы деньги. Ожидаем. А с какой хвост остался в финансовом? Миллион восемьсот. Миллион восемьсот, это то, что с покрытием. Да, официально с покрытием, они его включают на следующий год. Хорошо. А что касается, значит, оплаты, все отправили, единственное, сегодня отдел ЖКХ, на нас разговаривали с Минфином, кое-какие технические водоросли. Они сейчас как раз и все. Хорошо. Ладно. И еще шестая школа. Все, понятно, значит, что поделали сказать. Во-первых, значит, то, что вот я когда шпакая докладывал, значит, относил по уборке территории управляющей компании. К сожалению, обращайте внимание, проходите. Раз в неделю у вас должен быть выход на территорию. Должны специалисты посмотрим ситуацию и выдача предписания. Немножко надо их подталкивать, наверное, к нормальной работе. Кроме того, значит, я прошу вот отдел жителя и, значит, управляющих компаний. Ну, вот я там подъезжал смотреть, значит, одну из площадок, там, люди вышли, так сказать, поговорили, акацией, ну, те, кто вышли, там, человек около десяти, да, они вообще слабо ориентируются вот в этой всей ситуации, связанной с возможностями и полномочиями своими в плане распоряжениями, средствами, которые накопли могут. Это на Тукачевском доме. Для них это вновь, что они могут, там, у них накопление, там, в общем-то, как выяснилось, порядка 800 тысяч, для них новость, что они там цопли могут сделать за эти деньги, по всякому случае, те, кто стоял, дом неорганизованный, никакого старшего на доме, нет, все понятно, как обычно, но у них, оказывается, все есть для того, чтобы, значит, сделать, а понимание и взаимодействие дома с управлять и нет. Обращайте внимание, понятно, что это муторно, может быть тяжело, там, все эти собрания проводить, доводить, но это надо, это надо. Вот, это надо, тем более, если есть средства для этого дела. Так, значит, и еще, вот хотел бы, что сказать, по детским площадкам, значит, ну, в целом, как бы, удовлетворение уже у жителей есть, и качество неплохое, где-то там останется с покрытием, в принципе, вот эти новые детские площадки должны стать ядром, от которого, так сказать, должно развиваться новое устройство всей дворовой территории. В этом плане, мне вот, как бы, понравился подход, адрес не помню какой, это мы были на этой самой, за Конкордом домом, значит, какой адрес-то вот мы с вами были? 17, Белинск-127. Белинск-127. В принципе, они взяли, так сказать, не в площадку только вложились, а вот просто деньги растянули, да, закончен, практически законченный такой вот подход к благоустройству дворовой территории. Хотя там, конечно, еще много, что нужно сделать, то есть, но заряд сделан вот такой. Значит, я к чему это говорю? У нас на следующий год, губернатор, когда я докладывал, это подтвердил, программа будет продолжена. Поэтому, вы пользуетесь этой возможностью для того, чтобы планировать не только детские площадки, но и вот такой подход. Детская площадка – это гибролого устройства двора. И в этом плане Белинск-127 как бы неплохой подход, на мой взгляд. Если он до конца будет реализован, то это вообще будет шикарно. Обратите внимание на эту историю. Вот, значит, что касается освещения, значит, мы по дополнительным деньгам решили, контракт закрыли, который мы делаем? Да. Закрыли. А 300 тысяч дополнительных? Ну, не 300, а 300 тысяч уже все это дал, а 990. Да. Сегодня, завтра будет закрыт на прямой деньг. Хорошо. Значит, я что хотел бы попросить? Садись, пожалуйста. Понятно, что мы весь объем проблем не закроем, и это надо честно говорить. Значит, еще раз, мы примерно на четверть финансируем от потребностей уличного освещения, к сожалению. Больше таких, больше нет средств, и то мы там, значит, увеличили почти два раза в последние два года эту тему. Будем подбираться к этому, но постепенно. Ну, значит, точечно надо. Вот, например, у второй школы, там, вот, столбик, у Белинского 152, там фонарик не горит, а эта тропа, вот, как дети ходят со школы. Ее надо обязательно сделать. Белинского 152. И еще, значит, Сергей Петрович, сиди-сиди с управляющим, вот, я видел там, по-моему, Маяковского 47. Значит, хороший двор, очень хорошая детская площадка, но освещения нет. И, в принципе, значит, управляйка готова, ну, опорное хозяйство найти, поставить. Просит уже, если при наличии этого столба, значит, сделать там освещение. Мы пойдем, так сказать, на эти дела, значит, для того, чтобы вот сделать там нормальную среду обитания. Особенно, где вот управляйка немножко управляются, там лежит, где мы поможем с удовольствием, потому что двор очень хороший, но ни одной точки освещения нет. Надо помочь, там поставить, может, центровой столб, и там парочку таких осветильников все равно будет совершенно измениться. Давайте вот тоже в этом плане работать и, начали все, Александр Иванович, обращайте внимание на вот такие инициативы, значит, управляющие компании, тоже имейте в виду, что мы пойдем об этом встрече. Ну, и Сергей Петрович при планировании работы имеет в виду, что мы должны эти инициативы поддерживать, как бы это было не тяжело, финансово. Садись, пожалуйста. Нина Ванна, есть объединение? Объединение. Хорошо, вполне. На прошлой неделе было заключено два договора аренды земельных участков с собственником и недвижимости. Состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельных участков по Алексейскому шоссе 43. Победителем признан индивидуальный предприниматель Еналиев Маин Зарихович. Договор будет подписан 20 декабря текущего года. Седьмого декабря мы подписали акт выполненных работ по комплексным кадастровым работам в кадастровом квартале 58-31-04-111-97 и внесены сведения введены в государственный реестр недвижимости о 59-ти объектах недвижимости. Работы выполнены на этот год полностью. По вопросам оформления гаражей к нам обратилось 20 человек. и подготовлен 13 проектов восстановлений о предварительном согласовании утверждений схем по данным заявлениям. По четырем объявленным аукционам продолжается прием заявок. Но текущая работа в частности в списанное неживое здание теплицы территории школы номер 4 по улице рабочей 331-а находящейся в военном состоянии. У него там вроде договор есть с кем-то намечается на демонтаж. Мне кажется, он демонтирует. Ну вот договор есть у него, да? Понятно. Павел Геонидович, помогите с документами, чтобы все будет заниматься. Проведено четыре уездных мероприятия в рамки земельного контроля по обращению граждан и три проверки субъявления земельного законодательства первой линии шестя, четырнадцатой линии два и Чехова 38. Выявлено одно нарушение земельного законодательства и самовольного занятия. И в доход бюджета от адренной платы поступило 1 миллион шестьсот двадцать тысяч двадцать девяносто пять рублей. Ясно. Там с прокурорскими этими зданиями сооружения пешина там в новости нету состояния опять внизу. Ясно. Ну так у нас все как бы перед фишкой все готовы, да? Хорошо. Хорошо. Садись, пожалуйста. Поделом архитектуры строительства подготовлено и выдано 1 разрешение строительства десну 3 решения и выдано 2 разрешения на лот объекты в эксплуатацию подготовлено выдана 1 из строительных присвоения адресов выдана 2 разрешения на переклинировку жилого помещения предоставлено 1 разрешение на откровение В отдельных параметрах разрешенного строительства рассмотрены 6 обращений и графы света на место. Вопросы, связанные с упражнением объектов, подталкиваются в эту историю. У нас продолжаются ограничения, связанные с общепитом. Это надо контролировать, соответственно, с правоохранительными органами. И, поскольку, понятно, приближаются новогодние какие-то дела, значит, соответственно, наверное, будет соблазн где-то и пошустреть. Есть ограничения, их надо соблюдать. Так, теплосети как дела? Теплосети работают. Все с теплом, все с вазом. Сколько у нас за неделю? Четыре. Вверх по фабричной, комсомольской и октябрь. Я так понимаю, все в нормативной строительстве? Да. У нас запас материала есть? Пока есть. Ясно. С машиной что у вас приобретение? Ну, авант проглотили, сейчас почнем. Ну, как поступит? У вас договор есть? Да, да. Хорошо. Давайте, чтобы у нас аварийка была. Не начинайте. Игорь Вячеславович, что у вас? В прошедшем неделе было отключение двух восстановительных кабельных линий, связанных с повреждением установки дорожного знака. То есть, в течение часа потребитель будет все запяты по резервности. Однокабельная линия восстановлена и восстановлена. Две прибительские подстанции обслуживали замечание выданное потребительное. В рамках космологического присоединения построена линия 0,4 кВт, 157 метров, вторая линия 683, проложена хамильной линией 6 кВт и смонтирована трансформаторная подстанция. Это в Южном предоеме. По отделу учета исполнено 17 заявок, по диспетчерской службе 40 заявок. Ясно, у вас сегодня плановое отключение, да, больше? Плановое отключение, то есть за две недели предупреждают. У нас социалка там попадает под отключение? Нет, в вашу полицию плановых было, то есть запятаемые, чтобы сделать схемы. Все, молодцы. Спасибо. Так, Водоканал. Был 5-2, сейчас работает коммерционный коллектор на Владимирской, 14. Все остальное все равно. Хорошо. Людмила Петровна, совесть. А по рецидентам не инвестируют, она все будет. У нас не увеличилось количество заявок? Нет. Все так же, да? Хорошо, помню. Спасибо. Сергей Петрович, есть вопросы? То, что касается основных контрактов, которые мы докладывали, там под одной заявки на 22-й год, заключение будет после 22-го, писание договоров, контрактов. Ну, то есть, заявки есть там всегда. Да, да, по дорогам, там на 22-й год по поездах, там 4-5 заявочек. Даже завтра, после завтра, к номерам, аукционные. Ну, посмотрим, будет экономить, скрывем на Адеринскую, которая у нас везде. Ну, держи их в курсе, я понял. Хорошо, помню. Присаживайтесь. Так, с дорожниками зеленого города, значит, с Рашидом Ильичем разберемся. Управляющей компанией есть какие-то вопросы, проблемы? Где-то есть аварийная ситуация? Маме нет, соседей нет. Хорошо, значит, ну, приберите. Сейчас вот снега нет, зелени нет. Ну, такая печальная картина в целом, да, и когда еще там вот какое-то неблагополучие, где-то набросано, не убрано, оно вообще как-то в уныние повергает. Займитесь привлекающей территорией, пока нет такой нагрузки большой, и есть возможность убираться. Так, Игорь Борисович, у тебя чего-то подняло? Значит, с Минфином у нас что-то там подвигается, какие-то понимания есть ли? Ну, все ясно будет после 20-го числа. То есть, как-то обозначили уже, условно, как они платят, вот только где-то. Ну, понятно. Вот, сегодняшний день я начинаю плачивать аванс. Затем есть разрешение будет, если по-другому плачивать. Значит, по первой, по второй, вернее, по первой станции обежелезки, там кто-то исполнитель есть какой-то, в Минфине, который получил все это письмо? Ты связался с кем? Нет, ничего не связался. Надо связаться надо, это вопрос тяжелый, там, сумма подличная, значит. Сколько могли с ней, вы практически вдвое срубили, да? Практически двое срубили на суде, да? Да, в 84-м году. Да, в городе. Почти двое срубили, да. Платить все равно придется, где-то делать нечего, поэтому с исполнителем связывайся, где-то мы в первую половину года рано или поздно получим исполнительный лист. Так, СССР, как дела? Ну, у нас, в принципе, все в обычном режиме, мы подходим на конец года с такой же цифрой, как и было на 1 января 2020 года, по уровню 08, заработано 317, локация чуть снизилась количеством, потому что конец года от нас называют. Вот, понятно. Вы не придумали, ничего там, и у вас там локады какие-то? Ну, вступать в силу новое законодательство, или флаката, ну, там условок службы занесите, оболочить. Ну, давайте, давайте. Значит, надо вот ряд Сергея Петровича, с ним все по сути, как это все сделать, и, значит, мы их как-то будем размещать. Эта реклама должна работать. Хорошо, присаживайтесь. Глава 20, как дела? Все, рабочие режимы заберут 6 декабря по 11-е. Оказываемые 2415, и служба, да, ну, 173 скачки. Ну, вы также продолжайте по утрам присылать. Я смотрю, там ситуация улучшается. Тем не менее, пока давайте последующим. Хорошо, присаживайтесь, пожалуйста. Значит, что хотел бы сказать. Во-первых, вы знаете, что губернатор объявил о том, что будет программа по ремонту детских здоровительных ботерей. Мы подавали свою заявку. Значит, немножко можно в этом плане отцом бы оттереть в том смысле, что мы с вами собирались по поводу того, что самим придется, значит, искать средства, возможности. Как бы эта задача снялась. Теперь надо сделать качественную проектную документацию. Качественную проектную документацию. И самое главное, значит, найти нормальную подвеску. Когда не всякий пойдет, там свои сложности есть, временные, с точки зрения организации ремонта, процессов, на отшипы, по лесу, доставка, подвоз, проживание работников там и так далее. Но это надо обязательно про бизнесу сделать. Это шанс, который мы, вот, сколько лет я вот здесь работаю, каждый год что-то там выкруживаем по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, что-то как-то там пытаемся сохранить, улучшить и так далее. А тут у нас такая помощь, значит, не заходит. Надо обязательно этим шансом воспользоваться. Иван Александрович, это на вашу ответственность. Сами, лично сопровождая эти вопросы с ПСД и, значит, по подрядчикам тоже, я так предварительно с одними не говорил, будем искать, как будет это все делать. Проблем там возгласилось много. Ну, кроме того, значит, я попрошу, что это, значит, с вами на этой неделе вместе с Костюньковым придите мне, доложите вот эту вот тему, связанную с нашим участием в программе по выковечению. То, что касается по масла, то, что мы подавали, то, что нам в министерстве предлагает скинуться на год раньше. Соберите все, посмотрите, с чем вы заявлялись, какие требования и критерии там есть, это все. Учитывая, что это у нас память, значит, вы тоже подключаетесь, сколько это память, это ваше хозяйство. Значит, давайте, вы придете, пообсуждаем, чтобы мы не вляпались. С одной стороны, мы до 23-го года можем не откладывать всю эту историю, а можем взять следующую. Поэтому мы должны понять готовность нашу и чтобы мы попадали в четверо законодательство. Подготовьтесь, зайдете, доложите. И кроме того, значит, что я прошу, Редвисыч, вместе с зеленым городом напомнить мне, сделайте там расчет материала, все, что нужно, скажете, как бы я помогу в этом плане. Там вот этот крест поклонный, значит, Евгении Родионову, он уже не очень хорош в состоянии. Облупился, обшелушился, ее надо привести в порядок. К весне. Весна. Поэтому посмотрите, посчитайте, что там нужно, значит, и скажете мне, значит, у нас 9 мая он должен быть приведен в порядок. Вот так у нас. По ковиду как дела? На прошедшей неделе отмечается незначительное снижение обращаемости по скорой помощи с пневмонией. Был 47 обращений, 23 больных госпитализированы. На прошлой неделе 31 обращений, 22 больных госпитализированы. Сойер-ВИ был 80, на прошлой неделе 75. Ковидов было 13, на прошлой неделе 5. Реакция прицепитации, то есть количество анализов по детской больнице снизилось с 2183 анализа до 1481. Было положительных 182, на прошлой неделе 138, из них 68 детей. По вакцинации В-1 сделано 48 639, закончили вакцинацию 53 259 человек, из них 44 698 спутником и 8561 человек спутником ЛАЙТ. Ревакцинировано 2182 человека. На карантине в детских садах 12 групп, в школах 45 классов, в СУЗах 8 групп, 2 в электронном, 5 в многопрофильном, 1 в медицинском. Хорошо, в целом, волна отхлынула, да, долго ли, насколько, другой вопрос. Значит, количество тяжелых случаев госпитализации, обращений уменьшилось серьезно. Это хорошо, вот, вместе с тем есть разные ситуации. Я посмотрел, значит, смотрю, 44 года женщина из Кузнецка умерла. Вроде, да, как обычно там расписывают, по почте диагнозы, которые сопровождают. Нет, нету чего-то ничего. Просто умерла. 44 года. Явоз, причина смерти ковидной. Поэтому, как кому повезет. Легко и вольно с этой штукой обращаться не стоит. Значит, я попросил бы, значит, подумать, вот, Климах вышел, значит, вместе с медиками, и Осан Михайлович Шапурский. Посмотрите, может быть, на квитанции, там, или где-то вложение сделать, коре вакцинации, разъяснение, какие-то, 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 да, это на обратной стороне, не хотят. То есть, это для нас становится актуальной задачей. Расторговать людям, вот, какую-то такую доходчивую информацию, где, когда, как, значит, куда обратиться, там, есть свои нюансы. Ну, и, как мы говорили, значит, мы потихонечку готовим детскую вакцинацию. У нас порядка шести тысяч попадает детей и подростков платила вот эту вот задачу. Надо так, чтобы было понимание и благожелательное отношение к этому непростому процессу. Вот. Значит, что еще? Значит, губернатор на видеоконференции так же, значит, сказал, что в стадии решения вопрос с «Газпромом» о помощи, так сказать, нашей газовой основной компании страны Пензенской области в реконструкции школьных стадионов. Названа цифра 40 стадионов на Пензенской области. Значит, пока там ни динамика, ни по годам, ничего не понятно, но надо, значит, что Иван Александрович и Лариса Александровна обязательно, чтобы мы там одним, двумя объектами в это дело вошли. У нас есть потребность в этом деле, тем более от нас практически ничего не требуется, там все начинают проекты, документации, кончая строительство, делают сами подрядчики от газовиков, то есть, только попасть в список. Поэтому давайте как-то в этом плане поработать. Губернатор этот вопрос пролоббировал, будет неплохо, если мы его спользуемся. По акции у нас как дела? На сегодняшний день нами закуплено 200 подарков. Плюс ко всему из Министерства пришла информация в пятницу, что по всей области сокращается количество подарков, которые будет выделять в Министерство и будут вручаться только детям-инвалидам и детям из малообеспеченных многодетных семей. Я отложу, Сергей Александрович, по нашим позициям, что и плюс ко всему 152 подарка есть уже в наличии от организаций, которые нам предоставили в рамках акции. Вы какую-то честную картину составьте вместе с коллегой и с Ларисой Александровной. Сколько нам нужно, потребность, по максимуму столько потребность нужна, чтобы те льготные категории нуждающиеся накрыли. И будем в этом плане работать. Значит, с помощницей Руденского свяжитесь, телефон есть? Нет? Я дам телефон тогда, они должны перегнать деньги на 100 подарков. Игорь Николаевич вышел с инициативой, мы с ним договорились, он 100 хороших дорогих подарков готов, значит, оплатить. Они идут у нас через с конного, да? Через конного деньги, значит, надо будет закупить, отчитаться, то есть, вот еще хороший довесок. Значит, надо посчитать полным счетом, и будем искать уже, будем работать от цифры. Будем искать возможность закрыть цифру полностью. На этой неделе, где-то в середине недели, цифра должна быть. зайдете ко мне смолтить, значит, будем думать как решать вопрос. Садитесь. Кто еще не отстрелялся, я вижу, здесь список пополняется, значит, обратите внимание, что надо поучаствовать. Поучаствовать на этом вопросе. Значит, что еще? Тоже на этой неделе нужно собраться, собраться. Есть вопросы, вот я вчера общался с проектантами занимается прилегающей территорией по комфортной среде активности. Нам надо, во-первых, определиться с проектами, во-вторых, состатировать саму проекты ремонта юности, чтобы не было каких-то непоняток. Поэтому, значит, Иван Савч, вы, значит, Мерзликин, и, значит, у нас заказчик, кто играет, Сергей Викторович, вы, да, значит, вы тогда в Почарова собираемся и все вопросы проговариваем. Кто еще нужен, значит, подумайте. Земельный вопрос решен, да, Иван Ильич? Решает, что мы уже опроектируем, не решаем. Понятно. Ну, на всякий случай тогда земельщики подойдут, ну, и с отдела городского хозяйства там курируют. На этой неделе запланируют. Садитесь, пожалуйста. чтобы у нас не было никаких там ну и то же самое, значит, юность, сложный, серьезный ремонт будет, губернатора попросили, мы, значит, выделили денег, он большую сумму выделил, практически все, что просили, 23 миллиона. Значит, поэтому надо форсировать вопросы в руководительной документации и опять же искать подрядчик. Подрядчик, который не подведет. Не так много, значит, у нас рукастых и умеющих это все делать. Вот. Значит, кроме того, Алексей Александрович, вы тогда с Николаем уточняете вопрос, когда там нам по скважине, деньги будут. По строительству скважины, то, чтобы мы подавали заявку, на одну скважину нам денег дают. Чтобы мы тоже не затягивали вышли в торги и реализовали все это дело. Деньги, уж стоящие бюджетом. По мосту, значит, по мосту Свердловскому то же самое на контроль. Все телодвижения и затяжки есть, как и есть, я докладываю. Тоже сложный, тяжелый ремонт будет. Мы должны его будем сделать. И по проектированию дорог, я сейчас на вас не езжаю, потому что знаю, что мы тут все выходные занимались, другие вещи, а по проектированию дорог мне таблицу задолжали, которые идут в вашей позиции и позиции управления жпху. ремонт. Родинский решила вопрос, но всегда начинаются бюрократические какие-то моменты. Давайте поможем довести дело до конца. Вот. Значит, остается две недели до нового года. Надо подбить финишные позиции отчетные по всем закупкам, стройкам, финансовые отчеты сделать по ведомствам, отчеты, какие идут. При этом надо понимать, что мы неплохо отработали и чтобы на каких-то нюансах не получилось так, что мы свою работу не показали. Также опустя внимание на подготовку с точки зрения рейдовой активности по конвенному году. Это касается Ивана Александрович Васта. ВОЧС пройти наши проблемные все злачные места, точки, семьи, посмотреть, справляются там родители или нет с нормальной организацией нового года. Где-то может быть и есть смысл детей забрать из тех, кто там не понимает, краев не видит на период праздника, чтобы они спокойные и безопасные атмосферы отметили праздником. Пока родители придут чувства. Такое тоже, к сожалению, у нас бывает. Вопросы объявлений? Вопросов объявлений нет. Все, вам вам поработать. Спасибо. Редактор субтитров